Привет. Вот и я начал смотреть. Посмотрел первые три серии восьмого сезона Игры Престолов, произведение которым я искренне восхищаюсь. И в третьей серии произошла битва масштабов, которой не видывало семь королевств. Живые столкнулись с мертвыми. Если вы еще не смотрели, но планируйте, немедленно выключайте это видео, предварительно подписавшись и нажав колокольчик. Надо заметить, что живыми руководили лучшие бойцы и полководцы Вестероса. И что я вижу? Эти талантливые полководцы, эти мастера битв, эти светочи стратеги бездарнейшим образом проигрывают все сражение. С чего начинается любой бой? Конечно, это разведка. Что имеют в своем распоряжении наши Суворовы? Мощнейшего варга, который может глазами любого живого существа посмотреть на окружающий его пейзаж. Как вы думаете, используют ли наши мастера боя это безусловное преимущество? Конечно нет. Ладно, пойдем дальше. Я, конечно, не генерал, не стратег и вообще мало понимаю в военном деле. Но, как мне кажется, стены Винтерфелла – это краеугольный камень в такого рода сражение. И это огромное преимущество. То есть обороняющаяся сторона должна укрепить стены, внести на нее побольше вооружения и всего там горящего и отбиваться. Но нет. Джон Сноу, король с севера, выводит людей в поле. Ну ок. Повторюсь, я не генерал, но мне кажется, лучшее место битвы у стен Винтерфелла, где светло. Почему там, кстати, светло? Ну там светло. Но нет. Мы бросаем конницу в темень, в неизвестность. Я понимаю, что визуальный эффект важен. Да, это было красиво, когда огни тухнут один за другим. Очень красиво, но очень предсказуемо. Это раз. И второе, ради красоты нельзя взять и здравый смысл просто бросить в печь. Для чего это сделали? Просто взяли и погубили конницу. И потом преимущество конницы в ее скорости, внезапности. Мне кажется, разумнее было бы отвести ее куда-нибудь подальше, а в момент сражения мощным фланговым ударом нанести противнику максимальный урон. Вы же Чапаева смотрели? Ладно, конницу угробили, безупречных тоже почти угробили. Лихорадочно бежали за стену. Закрыли ворота. Допустим. Хотя отход можно было предусмотреть заранее. Но дальше начинается какая-то вакханалия. Приказ на стену раздается только после того, как мертвецы начинают лезть на эту самую стену. Серьезно? Вы солдаты? Кроме этого лучникам следует приказ заряжать. Они у вас что дебилы? Враг лезет на стену, они стоят и не заряжают? Вы вообще за счет чего собирались победить в этой битве? За счет тупого командования и бездарной организации? Вот вы знаете, что если умирает командир подразделения мертвецов, не знаю как он там называется, то с ним умирают все, кого он инициировал, возродил. То бишь ваши усилия должны быть направлены на уничтожение командования. Я бы создал крепкие отряды во главе с самыми крутыми солдатами, которые должны были проникнуть в тыл противника и уничтожить полевых командиров. Назову их так. И таким образом, пока основная масса при помощи стен Винтерфелла сдерживает нападающих, спецотряды уничтожают командование. Но эта мысль вообще не пришла никому в голову. Я что чертов гений? Командование во главе с Джоном Сноу знает, что король ночи будет охотиться на Брана. То есть логично устроить там мощную и хитроумную засаду. Что мы видим? Брана охраняет слабейший из персонажей. Отличное решение. Молодцы. Вообще в этом эпизоде авторы играют в поддавки сами с собой. Мертвецы двигаются быстро, слаженно, если авторам вдруг понадобилось пробить оборону, сломать строй или забраться на стену. Но если перед мертвецами Джон Сноу или Дейнерис Таргариен, то мертвецы становятся неторопливыми и аккуратными, чтобы герои могли славно их изрубить. Ну и странно, что для такой кровавой саги все главные герои остались живы. В бою практически никто не погиб. Я, конечно, про главных героев. Джорах Мармонт, если что, умер после боя. В общем, пока это самый масштабный, дорогой и глупый эпизод киносаги. Буду держать вас в курсе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео в своих социальных сетях. Удачи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok